12 декабря день конституции россии главного нормативного правового акта страны который к слову мало кто вообще читал сегодня будем частично устранять этот пробел у нас в гостях доцент кафедры теории государства и права и конституционного права юридического факультета оголу рустам шаймолин рустам здравствуйте здравствуйте ну наверное первый вопрос высший нормативный правовой акт страны что это вообще означает на простом языке для простого понимания до вопроса нужно сказать что сама конституция это основной документ для нас для всех для тех кто проживает на территории того или иного государства то есть основной свод наших общих правил правил общежития как мы говорим о чем мы и договорились да как мы будем с вами вести свою жизнь нынешний момент и в дальнейшем как бы перспектива момент поэтому это фундамент в правовом понимании это фундамент для всего нормативно правового сказать строя для всего нормативно правовой основы для всего законодательства основа основ для жизни то что выбирает как бы в сумму суммарно наши интересы и определяет фундаментально как бы нашу вот регулирование регулирование наших общественных отношений то есть это да это все отношения все взаимодействия между людьми между людьми и компаниями организациями организациями между собой правильно понимаю да ну если кратко говоря да теоретики сами определяет что это как бы вот суммарно выбирать себя триаду основных отношений это права и свободы человека это отношение собственности и отношение к власти то есть классных наших публичных в основном сфере но туда входят вы правильно сказали и интересы нашего гражданского общества каждого конкретно непосредственно гражданину в первую очередь затем объединений и потом уже как производного от социума это нашего государства конституции с точки зрения вот основного документа государства это относительно новое изобретение или и в тех или иных проявлениях мы знаем ее там с античности древности конечно же как можно выразить ничто не нового под луной да и в этом плане конституция конечно же сама имеет по себе древнюю историю сами наработки и сами теоретики и наш мировой опыт по сути до свидетельства о том что попытки выработать вот подобного рода свод правил да свод правил как бы фундаментальные общие учесть интересы ну как бы если не каждого но хотя бы в общем и целом до всего общества всегда предпринимались и будут предприниматься естественно мы не можем одномоментно учесть интересы всех и вся это невозможно практически это наша мировая история доказал но на определенном этапе развития как бы зафиксировать и договориться да о чем то мы можем все таки и история человечества это убедительно доказывает какие-то определенные наработки если мы будем мы мы общаемся да всегда российская федерация россии в целом показывал исторический ну как бы диалог практически со всем миром если мы будем общаться например с востоком дату представители восточной школы говорят всегда у нас до были тысячи лет тысячелетние наработки да так сказать и индийская правовая школа и китайская правовая школа всегда демонстрирует и ближнего востока тоже будет говорить о древности представления европейской школы несомненно древние какие-то наработки там американские да там и так далее всегда показывает о том что вот эти вот памятники исторические да всегда нам демонстрируют что обязательно как бы общечеловеческие или общегуманитарные да ценности они всегда присутствуют условно как только люди из первых семей родов образовали племена они уже пытались как-то регламентировать отношения внутри вот своей общности да это и сама суть но конституции назвать это еще все таки язык не повернется не повернется в том плане что да что мы что мы имеем ввиду опять-таки да ну например мы знаем из древних что например даже на уровне объединения каждое объединение да уже пытается выработать ну какие-то свод правил мод когда разбираем возникновение до вопрос права самого так непосредственно даже элементарно вот в современном мы всегда задаем вопрос вопрос современном так сказать выражение если вот вы собрались например какой-то турпоход к примеру даже вот там вас двое или трое да там вы будете для себя определять правила не нам всегда отвечать да конечно же кто будет отвечать допустим за тоже костер за палатку за палатку да кто-то будет там за движение звезд так путеводителем так сказать находиться и так далее то есть это уже обязательно сам так сказать универсальный принцип управления в обществе он обязательно будет предполагать на ну выработку определенных правил кстати я слышал что современная конституция но конституция большинства стран мира так или иначе идет берет свое начало в кодексе наполеона вот насколько это утверждение правдиво верно ну в каждой утверждении есть доля истина конечно же да и но если говорить о том же кодексе наполеона да то можно сказать для конституционного права да для теории конституции это ближайшая история вот почему потому что на ну например даже наша российская отечественная кстати вот история при ближайшем ее рассмотрении сами на теоретики конституционалисты и специалисты в области конституционного права они пользуются той же 200-300 летней истории там ну кто-то даже и больше за глубиной этой истории вопросы берет поэтому для нас как бы кодекс наполеона тот же это по сути современность в таком выражении именно в плане регулированных социальных отношений ну сама французская школа если подробно с ней до таскать знакомиться говорит и говорить о ней то это она и продолжает существовать по сути вот в рамках допустим континентальной системы права как мы говорим вот и определенные мы берем оттуда естественно заимствуем да как и культурно в плане обмена и в плане информации в плане правовых наработок да всегда сотрудничаем очень плотно кстати нам французской школы с вашей воспользовались вашей тезисом очень близко в этом плане почему потому что само построение нашей отечественной конституции да у нас кто-то говорит что мы взяли ее тоже как бы за основу республиканскую форму проблеме с президентской так сказать во главе поэтому в данном случае да можно сказать для нас лично на для российской правовой школы это является определенного рода ориентиром вот тогда у него такой вопрос наполеон это начало 19 конец 18 века начало 19 века прошло хоть и совсем немного но 200 лет и и отсюда возникает вопрос конституция сегодня для многих является каким-то сакральным предметом это рукопись предков нельзя нарушить вот мудрость была записана тогда не прикоснитесь сейчас ваше отношение реально ли в современном мире опираться на документы которые были составлены но мягко говоря либо в совсем далекую эпоху как мы если брать наполеона либо если брать совсем не советский союз и россия все равно с точки зрения права наверное тоже разные государства здесь опять таки смотря как подходить к вопросу да если с узкой так сказать то есть точки зрения то действительно да это можно сказать древние до какой-то вот памятник и так далее но хотя сами например французы да когда формировали свое политическое а что такое конституция это результат определен социально-политических воззрений и суммарно еще раз повторяю сумма до этих вот избегая крайности как мы говорим вот этих вот суммарных отношений которые у нас присутствует в обществе и мы вспоминаем что эти все события они произошли после великой французской революции вот когда произошла сломать но это сказать до форма правления на другую вот и так далее но само французского общество поняло что хватит на этом пора останавливаться есть такая знаменитая французская поговорка лучше терпеть множество злоупотреблений чем произойдет одна маленькая революция да поэтому как бы мы не хотели как бы нам не было бы трудно можно сказать да нам необходимо в любом случае искать общие точки соприкосновения общие точки мировоззрения до приходить каким-то общим знаменателем договариваться конституция это что иносказательное что мы говорим респродукционный договор мы все-таки договариваемся в обществе о каких-то общих ценностях об общих направлениях нашей деятельности которые устраивают ну наши вас большинство если что-то допустим у нас не устраивает как вот мы всегда есть такая патерналистская до теории как в семье да если какое-то подрастающее поколение или что-то новое какая-то происходит какие-то новшества до в обществе и они требуют нового подхода нового регулирования нового так сказать включения до блона своих так сказать отношений то пожалуйста мы должны садиться в определенный диалог у нас площадка для этого существует в том числе и на конституционно в первую очередь основе и мы должны обязательно так сказать выслушивать друг друга находясь постоянном диалоге обратной связи естественно я вам когда перечислял эту триаду основных отношений например те же властных отношений да то есть не просто прямая связь была да там власть подчинения но и обязательно обратная связь почему кстати про что и вопрос да да условно если в 18 веке писали в конституцию право на образование конечно я только за давайте его оставим и не будем трогать но если условно 18 век еще существует крепостное право то его бы тоже занесли в конституцию но и наверное его стоило бы оттуда убрать изменение законов в том числе конституционных это рутина жизни так скажем встраивание их в современную реальность ну давайте к слову раз пришло я вам принес сегодня подарок в студии мы уважаем и очень любим вашу телекомпанию у нас такая вот вышел труд конституция до путина да это сборник основных законов здесь рссср сср и российской федерации можно как раз отследить будет конечно да я вам специально это принес для того чтобы показать историческую по сути преемственность да если кто-то хочет так сказать показать что нет у нас никакой связи нет в историческом развитии тогда нет она всегда была есть и будет и даже мы встречаемся постоянно с авторами не только вот нашей нынешней конституции которая была принята 12 декабря 1993 года но и предыдущий которая была принята на 1977 году вот которые по сути тоже а вот смотрите внутри одной парадигмы до правовой все-таки вынуждена была признать что эта парадигма меняется и новые так сказать отношения так сказать вносят свою лепту и также правовом необходимым то сказать регулирование аспекте поэтому здесь что я хотел сказать в этой связи насколько универсален сам подход насколько качественно да мы учитываем по сути голос друг друга до необходимость друг друга и видение нашей перспективы развития конечно же это будет зависеть так сказать от нас самих мы всегда говорим о качественность тоже юридической техники да насколько мы а вот в данный момент внесли универсальный закон да насколько он будет актуален например лет через десять через двадцать так ведь да вот мы говорим о конституции нашей современной на 1993 год а 2020 году вот буквально два года назад у нас вы помните да состоялся правки до общероссийское голосование которым мы опять-таки казалось бы незыблемый закон до который мы сказать в свое время еще ходили голосовать за него как мы помним вот тем не менее настало время до необходимо было опять-таки подстраиваться до под наши изменения под наш рост так скажем демократического общества того чтобы мы опять-таки более так сказать эффектно и эффективно слышали друг друга чтобы это обратная связь еще раз усилилась где-то какие-то недоработки мы учли вот что-то какие-то социально-политическое напряжение мы сняли в обществе для чего для того чтобы мы опять-таки наше общество было стабильным демократическим слышащим друг другу ну и так далее насколько корректно тогда сказать про конституцию любой страны но будем говорить на примере нашей что это все объемлющий документ который регламентирует просто все или конституция ник не может априори или конституция не может априори затрагивать все сферы жизни всегда останется какое-то белое пятно который только в процессе жизнедеятельности мы заметим и опять же исправим конечно же это даже вопрос не столько наверное в области конституции сколько общеправовой такой вопрос да то есть отношение отношение как мы говорим де-факто и де-юра да насколько их соотношение здесь так сказать что первично опять-таки бытие или сознание или государство или право и так далее так далее так в данном случае мы всегда говорим о том что конечно же изменение самой допустим социальная политическая картина социально-экономическая картина социально-культурные и так далее так далее нашего многообразия нашей жизнедеятельности по сути да человек он всегда многообразен общество всегда многообразно да и вся эта палитра многообразие она всегда так сказать может выходить за определенные рамки и пределы это еще раз повторяю это общий принцип управления вот мы поскольку мы всегда динамично движущая система продуцируем новые виды связи конечно которые так или иначе придется прописывать конечно конечно вот например ну как пример я вам хотел привести в последнее время актуализировался вопрос цифровизации наших отношений так ведь да вот если раньше там допустим ну сама информатизация проходила там ну от письма до там от бересты как мы говорим потом письменный потом телефоне пою телевидение да потом интернетизация цифровизации так далее все эти все эти фактические отношения до которые но так сказать не стоят на месте да они обязательно фосфактум требует определенной регулировки мы обязательно оглядываемся назад почему потому что у нас прям по времени уже даже договориться вот на этом мы закончим да и сейчас я задаю последний вопрос и заканчиваем это очень увлекательно буквально последний вопрос у меня остался насколько вот я начинал сегодня разговор с того что не все читали эту конституцию нашу на ваш взгляд рядовой обыватель должен все-таки знать основной документ нормативный правовой акт страны или все-таки он должен что-то о нем слышать и вовремя обратиться к профессиональному юристу ну по в идеале в идеале конечно же каждый гражданин должен знать свою конституцию и я считаю что это даже определенная обязанность почему потому что это тот самый кирпичик который кладется фундамент наших взаимоотношений я приведу один пример вот когда у нас закончилась пандемии да мы немножечко перестали общаться и стали ходить общаться и один гражданин житель нашего города да сказал что вы знаете мы вот обратились там допустим отремонтировали нам дорогу кассово у нас есть такие права мы не знали о них и воодушевившись сказали в следующий этап это нас исправление будем исправлять будем освещение там да на наши улицы потом ну и так далее множество проблем которые по сути нас волнует мы не знали что такие права у нас существует ну на уровне местного самоправления дамы мы почему и должны поощрять до знания правовое просвещение в первую очередь это должно быть сказать наша одна из основных задач ну такой помощи так скажем это взаимопомощь она будет как раз таки для чего создается право для чего создана наша конституция это как раз таки решение первую очередь тех самых первостепенных первое очередных наших задач проблем жизнедеятельности чтобы нам было лучше жить не добавить не убавить спасибо что пришли ответили на спасибо вам